Вы упомянули, что я профессор Академии геополитических проблем, и наш руководитель Леонид Григорьевич Ивашов во времена Ельцина занимал очень серьёзное положение в Генштабе России, и он рассказал одну очень важную деталь, в которую посвящены только немногие. Кучма, будучи президентом, одним из первых президентов Украины, однажды приехал к Ельцину, который фактически наладил настолько дружественные отношения с США, что фактически США управляли Россией. То есть фактически в Госдуме там целый этаж занимался советниками США, которые переписывали нашу Конституцию, законы, и фактически все законы и Конституции, которые были приняты, это законы и Конституции, которые написаны американскими советниками. Более того, Ельцин ежедневно созванивался с Клинтоном, ну и посещая Америку, хвастался, что вот наконец-то я разрушил коммунистический строй, это была главной моей задачей, и теперь мы дружим. И они дружили настолько, что Ельцин сам не принимал никаких решений, он делал только то, что ему говорили американские партнёры. И по каждому поводу он созванивался с Клинтоном. То есть полностью Россия управлялась Америкой, и вроде бы дружба, разоружение никакой угрозы уже не представляло. То же самое было с Украиной. Кучма тоже контролировался США, и вот Кучма приехал к Ельцину, и однажды Тет-Атет ему сказал, что я не понимаю, что происходит. Американцы управляют тобой, ты не представляешь Россию, теперь для них угрозы, мы тоже. Но когда американцы попросили, чтобы я назначил на ключевые посты 8 министров, то есть они дали список, кого назначать, на какой пост. Назначенный американцами министр обороны Украины начал проводить учения, где отрабатывалась война Украины с Россией. И Кучма ему говорит, я не могу понять, что происходит. То есть мы с тобой контролируемся США, даём им понять, что мы им не враги, и они сейчас настраивают нас друг против друга. То есть уже поставленный американцами новый министр обороны отрабатывает войну Украины с Россией, а поставленные ими как раз руководители образовательных информационных центров накачивают как раз антироссийские настроения. Что с этим делать? То есть уже с времён Кучмы на протяжении 20 лет... И даже Кучма, по-моему, он как раз на стороне Запада стал. То есть он совсем уже стал подконтрольным. То есть они добились этого? Ну, у каждого есть там какое-то рыльце в пушку, то есть компромат, в первую очередь, связанный с распилом денег, который не делает чести президенту любому. Я могу просто тоже сказать так тет-а-тет, то, что мне сообщили очень серьёзные люди. У меня много друзей в Украине, и мы воспринимаем до сих пор братским народом. Я дружу с одним очень крупным бизнесменом, у которого один из знакомых руководит Центробанком Украины. И вот он рассказывал, что этот руководитель Центробанка Украины ещё во времена Януковича на одной вечеринке элитной руководителей банков Евросоюза, ну, подвыпив, там стал жаловаться одному из руководителей влиятельного банка в Евросоюзе, что вот наш президент все вот эти многомиллионные, многомиллиардные кредиты, которые вы даёте, ворует, и до населения это не доходит. Ну, и, как говорится, что у пьяного, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке этот директор Европейского банка потрепал украинского коллегу по плечу и сказал, на самом деле, всё нормально, всё идёт по плану. Он деньги, которые мы вам даём в кредит, ворует, но куда он их девает? Он их кладёт к нам на свой счёт в банке. И когда вот он украдёт все деньги, которые мы дали как кредит, и положит на свой счёт, мы вам поможем его вздёрнуть, мы вам поможем его свергнуть, и в результате деньги, которые мы вам дали, останутся у нас. Но вы, поскольку мы дали их вам в кредит, останетесь их нам должны с процентами. Так что всё идёт по плану. И это, на самом деле, то, что произошло, потому что остановить Майдан тогдашнему президенту было достаточно просто силовым методом. Но он получил звонок из США, где ему сказали, мы знаем номер вашего счёта и знаем, что там лежит 3 миллиарда долларов. Если вы примените силу, то мы этот счёт заблокируем, и у вас не будет доступа к этим деньгам. Так что вот эта личность из корыстных интересов продал свою страну вот этим Майданутым. Но когда его всё равно потом свергли, он был вынужден скрываться уже в России, потому что в Европе его бы просто убили. И разглашать он это не может. Он не может говорить, что ребята, то есть меня обманули, мои деньги всё равно украли, мой счёт всё равно заблокирован. Потому что если он начнёт это говорить, он просто признается от своей преступления против народа. Так что он деньги всё равно потерял. Но вот это было использовано как силовой инструмент. И точно так же со всеми этими предыдущими президентами, потому что они занимались воровством и все эти схемы у ЦРУ в кармане, благодаря которым они и держат их на коротком поводке. Вот этот компромат. Так что эта война, к сожалению, болезненная для России, не менее чем для Украины, уже была неизбежна, потому что, к сожалению, за 20 лет или даже больше обработали сознание украинцев во времена Ельцина, когда Россию просто американцы разворовывали, как могли. И украинские СМИ, и учителя переформатированные переписывали историю и внушали, что Россия такой же враг Украины, как и фашизм. И фашисты, на самом деле, даже наши большие друзья, потому что они пытались нас освободить от этого советского наследия. Так что полностью перепрошили сознание украинцев, и они стали воспринимать молодежь зазомбированная русских как врагов. И, к сожалению, для России это уже неизбежность.